На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме Терраформеры. В 21 веке Земля критически перенаселена, а потому правительства и корпорации решают заселять Марс. Однако Красная планета непригодна для проживания. Требуется ее терраформирование. Проводится оно за счет нагрева поверхности планеты и высвобождения хранящихся в ее толщах газов для запуска парникового эффекта. Для этого было решено сделать поверхность Марса более темной для лучшего поглощения солнечной энергии. На планету завезли мох и полчища тараканов, которые легко адаптировались к самым суровым окружающим условиям и могли указанный мох распространять на планете. Проходит несколько веков и наступает пора пожинать плоды терраформирования. 2597 год. Камачи с подругой Нанао спасается от преследования полиции в огромном густонаселенном городе. Нанао – бывшая проститутка, убившая своего сутенера, когда Камачи с ним дрался, защищая подругу. Это шлюха! Чтобы уберечь Нанао от казни, Камачи берет вину в убийстве на себя. И вот они бегут, сломя головы через толпу, но их загоняют в угол несколько патрулей и наставляют на них оружие. С неба спускается Аэрокар с тем, от кого зависит, казнят Камачи или нет. Вопреки ожиданиям главного героя, его с подругой берут на борт и доставляют в офис, где они узнают, что таинственный незнакомец с Аэрокара – это организатор миссии на Марс. Без долгих предисловий он предлагает им выбор. Казнь Камачи за совершенное им убийство и минимум 10 лет тюрьмы для его подруги, либо отправка на Красную планету с миссией планетарного масштаба. Камачи сомневается. Он не доверяет людям, пленившим его. Но его спутница решает подписать контракт, польстившись на вознаграждение. Камачи приходится тоже поставить свою подпись. 2599 год. На корабле по дороге на Марс они знакомятся с остальными членами экспедиции, отбросами общества, поднятыми с самого дна. Среди них представители Якудза, террорист, подпольный боец, бывшая полицейская и заключенные, маньяк, владелица борделя и беглянка из России. Что ты делаешь? Все хватит, ебнутый козол! Все они недоумевают, почему собрали настолько разношерстную команду для такой простой миссии. Миссия же заключается в подготовке планеты к высадке на нее людей. Для этого надо лишь обследовать Марс, выставить зонды с ядом и распылить его, чтобы погибли все тараканы. Так они и делают. Корабль приземляется на поверхность, преобразившейся до неузнаваемости планеты. Вместо красных скал и красного же песка, ее покрывает зеленый мох и настоящая Земля. Есть пригодный для дыхания воздух. Капитан разбивает экипаж на группы и отправляет исследовать окрестности. Зонд уже выпустил порцию яда и можно не волноваться насчет местных тараканов. Однако мертвых насекомых члены экспедиции не обнаруживают. Вместо них они находят марсиан, крупных человекоподобных существ с большими глазами, шипами и развитой мускулатурой. Камачи Снанао встретил одного представителя Красной планеты. В этот момент Камачи узнает, что его девушка согласилась на миссию на Марс ради него, чтобы спасти его от казни. И когда это происходит, появляется марсианин. Он медленно наступает, не реагируя на приветственный жест Камачи. Затем делает резкий, едва уловимый обычным зрением скачок, хватает Нанао за голову и ломает ей шею. Затем он также быстро исчезает в марсианской степи. Вернувшись на корабль с трупом подруги, Камачи выясняет, что убили еще одну девушку. А к их кораблю направляется один из представителей местной фауны. Он требует объяснений от капитана, и к нему присоединяются остальные члены экипажа. Капитан хранит молчание до тех пор, пока не появляется Ко Хонда, организатор миссии. Он рассказывает команде корабля, что случилось после отправки на Марс тараканов. Несмотря на экстремальные условия и благодаря солнечной радиации тараканы мутировали, началась их ускоренная эволюция. За 500 лет они превратились в человекоподобных, разумных и сверхсильных существ, которые так просто не сдадутся. Была отправлена первая миссия, члены которой и выяснили, что стало с тараканами на Марсе. Они не справились с задачей уничтожения, и поэтому участникам новой миссии вшили ДНК насекомых, снабдив каждого активатором. Ко не собирается отпускать экспедицию до тех пор, пока они не вколют себе активатор и не уничтожат всех мутировавших тараканов. Он напоминает им, что каждый подписал контракт и получит вознаграждение по возвращении на Землю. Капитан же предупреждает, что если вколоть слишком много активатора, можно навсегда остаться насекомым. При нормальной дозе вещества они со временем примут привычный человеческий облик. Даже несмотря на это, команда не решается воспользоваться активатором. Они боятся, что именно из-за него и появились эти сверхсильные обитатели Марса. Только один из них оказался настолько сумасшедшим, чтобы сделать укол. Террорист по прозвищу Бог ввел активатор, вставив капсулу в шприц-пистолет и выстрелив в шею. У каждого члена команды в ДНК частицы собственного насекомого. И Бог превратился наполовину в существо, способное выпускать огненные струи из сопел, находящихся в ладонях. Его тело изменилось. Появились усики и часть панциря. Кисти удлинились. На ладонях образовались сопла. Он вышел из корабля, чтобы сразиться с мутантом, убившим Наноо. Битва продолжалась недолго. В какой-то момент все поверили, что Бог сокрушит марсианина. Он даже использовал огненные струи, почти победив таракана. Но тот выжил и разорвал террориста пополам. Следом таракан запрыгнул на окно корабля и попытался прорваться через него. Камачи хотел ввести активатор, чтобы отомстить за Наноо. Но капитан его остановил. Он вколол свой препарат, став наполовину неубиваемым муравьем. Когда же мутант ворвался и срубил головы двум членам команды, капитан в два счета уложил его, раздробив череп. В это время вокруг корабля собирается целое полчища таких же тараканов, жаждущих смерти людей. Капитан решает нарушить приказ Кохонды, но тут же узнает, что системы его судна заблокированы, и они не смогут взлететь. Он быстро находит решение. Рассказывает, что экипаж сможет спастись на корабле первой миссии, находящейся в нескольких милях от них. Сам же капитан решает остаться здесь и отвлечь армию тараканов. Почти все, кроме его помощника, уходят, а он начинает разделывать одного мутанта за другим, пока люди не выберутся в безопасную зону. Перед тем, как присоединиться к остальным, Камачи заглядывает в отсек, где лежит мертвое тело его возлюбленной. Он обещает ей вернуться и забрать ее, и тут он видит тонкие нити паутинки, тянущиеся от ее головы куда-то в сторону. Марсоход с членами экспедиции выехал из корабля, и в последний момент на него успел заскочить Камачи. Чтобы уйти от тараканов-мутантов, один из команды, маньяк, запавший на русскую девушку Марию, принимает активатор, превращается в свой вид жука и выстреливает реактивной струей, зацепившись за крышу марсохода. Тот развивает огромную скорость и увозит людей подальше от корабля. Капитан видит это и приказывает оставшемуся с ним помощнику задраить все окна и двери, когда в корабле оказывается много тараканов. Затем он приказывает выкачать весь воздух из внутренних помещений. Тараканы-мутанты прекращают его атаковать и начинают задыхаться. Спасшиеся члены команды несутся по бескрайней марсианской пустыне, но тут замечают гигантскую волну, поднимающуюся им навстречу. Они думают, что это цунами, но оказывается это полчища тараканов-мутантов хотят раздавить их. Команда решает прорваться сквозь волну, и это у них получается. Следом наступает вторая волна тараканов, более внушительная и многочисленная. Чтобы прорваться через нее, потребуется серьезная защита. Мария с подругой вкалывают свои активаторы и превращаются в жукоподобных существ с невероятно прочным панцирем. Они встают на корпус марсохода, чтобы защитить его двигатель, дающий реактивную тягу. Вторую волну транспорт тоже пробивает, но с большим трудом. Прорвавшись через толщу тараканов, марсоход не выдерживает и переворачивается. Члены команды, оставшиеся внутри, без сознания, а марсоход входит в режим автопилота. Слетевшие с крыши люди серьезно ранены, и подоспевшие тараканы добивают их. На корабле, где капитан отключил подачу воздуха, обнаружились предатели. Ичера Хирума, оставшийся помогать капитану, и Асука Морики. Они получили собственное задание – найти яйцо тараканов-мутантов и доставить его на землю. Для изучения эволюции этих существ. Они возвращают подачу кислорода, убивают капитана и собираются взлетать в сторону дома. Тем временем, Камачи и остальные выжившие прибывают к месту посадки первого челнока, где выясняют, что их предшественники отправили на землю капсулу с неизвестной начинкой. За ними наблюдает дрон, управляемый Ко. За кораблем из песчаной бури открывается вид на пирамиды, построенные тараканами. Тут-то Ко Хонда и раскрывает себя. Рассказывает команде, зачем на самом деле их отправили на Марс. Они должны были проявить свои боевые навыки, чтобы корпорация Ко Хонды получила нужные сведения об особенностях индивидуальной мутации каждого члена команды. А Морики и Хирума должны были доставить яйцо на землю. Тогда Ко сможет изучить эмбрионы тараканов и создать армию послушных существ, по мощи превосходящих ядерное оружие. Также Ко Хонда рассказывает, что первая экспедиция отправила на землю голову таракана. Только благодаря этому они смогли соединить ДНК людей и насекомых. Самих же подопытных планировали бросить на Марсе по окончании эксперимента. Ичера Хирума и Асука Морики взлетают на корабле, на котором прибыла их экспедиция, сняв блокировки. Но тараканы Марса не желают их так просто отпускать. Из яйца, которое везут предатели, вылупляются более совершенные близнецы-мутанты. Они убивают Морики и Хируму, но последний лишь впадает в анабиоз, успев вколоть себе активатор. Тараканы снаружи корабля по команде более совершенных и только что вылупившихся собратьев раскрывают крылья, взлетают и заставляют судно упасть обратно на поверхность планеты. Модифицированные близнецы вместе с армией тараканов наступают на Камачи и остальных. Те же уже успели опробовать собственные мутации в Каля-активаторы. Они разделываются с отрядом тараканов и попутно выясняют, что те смогли не только построить пирамиды, но и научились пользоваться оружием. Когда прибывает армия во главе с близнецами, выжившие люди решают принять бой. Завязывается яростная битва, в которой убивают всех, кроме Камачи и Джима Муто, того самого уличного бойца. Чтобы выжить, они вкалывают по второй дозе активатора. Так они становятся сильнее и быстрее. Но близнецы-мутанты не уступают им в силе и ловкости. Они начинают одерживать вверх, поэтому Муто решает снова вколоть активатор. Он все больше превращается в насекомое, убивает все новые полчища тараканов, но не может одолеть близнецов. Муто приходится вколоть еще несколько доз активатора, чтобы получилось убить хотя бы одного из близнецов. Его силы на исходе. Как и силы Камачи, полчища тараканов обступают их, готовы убить. Но тут в небе появляется нечто прекрасное. Светящийся мотылек или бабочка, больше похожая на ангела. Она словно соткана из миллионов сияющих в свете солнца паутинок. Тараканы и люди замирают в восхищении. Камачи узнает в бабочке Нанао. Она окутала себя коконом из паутины на корабле, а когда пришло время, преобразила, встав бабочкой, но при этом перестала быть собой. При каждом взмахе крыльев Нанао на землю падает крохотная пыльца, окутывая все вокруг, включая армию тараканов. Камачи понимает, что Нанао хочет спасти их, взорвав себя и пыльцу. Он пытается ее остановить, но оставшийся в живых близнец стреляет в бабочку, запустив взрывную реакцию. Мута спасает Камачи от взрыва, а сам погибает. Камачи же, превратившись в человека, видит выжившего близнеца таракана. Несколькими ударами он сваливает его на землю, но оставляет в живых. Вернувшись на корабль, на котором прилетела вторая экспедиция, Камачи находит там предателя Ичиро. Тот объясняет ему, что лишь хотел спасти свою семью от голода и смерти. Они решают лететь на землю вдвоем и отомстить Кохонди за совершенное им на Марсе. Видя взлетающую спасательную капсулу, тараканы Марса тоже готовятся взлетать, чтобы сбить ее. Однако выживший близнец, которого пощадил Камачи, останавливает их. Он решает дать шанс людям. Камачи же, когда они удаляются все дальше в космос, клянется вернуться на Марс, ведь там осталось то, что некогда было на Нао. На земле же все узнают, что натворила корпорация Кохонды. Среди его приближенных оказывается правительственный шпион Сакакибара. И когда Ко решает предать Японию и убежать в другую страну со своими разработками, Сакакибара пытается убить его. Ничего не выходит. Ко отравляет девушку и бежит в неизвестном направлении. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов. Субтитры создавал DimaTorzok